Молодые люди не меньше, чем старшее поколение, радовались происходящему. Ощущали себя причастными к историческому для города событию. В капсуле законсервировано самое настоящее послание потомкам. В нем рассказано о мечтах оренбуржцев, фото и видео того, как город выглядит сейчас. С учетом того, как быстро все меняется, решили, что 30 лет – достаточный срок. Когда мы формировали ту заветную капсулу содержательно, что же туда вложить? На различных носителях, какую информацию о сегодняшней молодежи и жизни города Оренбурга, то я должна вам сказать, даже все не смогли вместить. Но самое основное, самое главное – и я горда тем, что наша молодежь столько делает, столько знает и умеет, что можно с гордостью это передать будущему поколению. То, что жизнь через три десятка лет изменится, в этом сомневаться не приходится. И людям из будущего будет интересно сравнить свое настоящее с тем, что есть сейчас. Но каким будет будущее точно, через 30 лет можно только гадать. Впрочем, мечтать никому не вредно. Я очень надеюсь, что у нас город станет еще более красивым, чем сейчас. Что социальные проекты, которые сейчас осуществляются, они станут более продуктивными. Что намного проще станет жить, во-первых, молодежи, конечно. И больше всего, на самом деле, я на то время, наверное, болею за пенсионеров и за людей с ограниченными возможностями. То есть, что для них условия появятся в городе побольше. Мне кажется, город Оренбург станет более краше, более современным. Он преобразится еще больше. Оренбург с времен, там, 2000-х, 90-х очень преобразился. И через 30 лет, я думаю, он станет еще более краше, еще более молодежным. И еще более интересно у него будет проводить время. Мы постареем. Будут дети уже, у кого-то будут дети. Александр Петренко, Никита Плотников. Новости дня.